Ребята, на чем сегодня буду кататься, не поверите. Это у нас Ford Crown LTD. Crown Victoria LTD. Вот видишь, как здорово я разговариваю. Игорь, владелец этого автомобиля. Машина какого года? 91-го. Я 92-го. Я сохранилась хуже. Пробег у нее на сегодняшний день? 114 миль или 146 тысяч километров. Очень длинная база. Метров, наверное. 4,80, насколько помню. 4,80. Ну, прям да. Половина крыши отделана яхтенной кожей. Да, это уже не заводская. То есть переделывали. Предыдущий владелец перетягивал. Видимо, заводская уже, так сказать, свое отжила. Главное, это салон автомобиля, который, наверное, так выглядел в момент покупки машины в автосалоне в Соединенных Штатах. Он абсолютно девственно чистый, новый. И все просто в идеальном состоянии. Я даже вот так вот могу сделать. Все шикарно. Здесь спереди 3 полноценных места. То есть вот эти подлокотники можно поставить вот так. Можно поднять. И тут есть ремень, что у нас вот средний пассажир может пристегнуться и абсолютно по правилам официально ехать на этом месте. А если никого нет, ставим вот так. Очень мне нравится дизайн вот этой вот всей истории. Стеклоподъемники, открыть-закрыть дверь и аккуратно пепельница. Что у нас в багажнике? Сейчас будем открывать. Табличка сдвигается и открывается. Здесь вот такая вот история. Насколько мне известно, предыдущий владелец сделал здесь себе музыкальную какую-то историю. Это не заводская вся штука, но... Он отдал все заводское. То есть как бы при желании можно обратно все восстановить. То есть все это есть в наличии. Суть, короче, такая завода. Здесь намного больше места. Внизу есть поддон в багажнике. Большой, широкий. И за этой стенкой тоже есть багажное пространство. Заводская обшивка в наличии. Поэтому при желании кладем все на место, устанавливаем это все, выкидываем. Но зачем это делать, когда классная музыка, Sony, усилители. Тут вся вот эта история по-моему сделана шикарно. Парктроники. Для такой машины необходимая вещь, потому что база очень длинная. В зеркала не все увидишь. Необходимость. Но, насколько я знаю, тоже не завод. Нет, не завод. Тоже бывшим хозяином было установлено все это дело. Но работает. Благодаря этому жопцы осталось целой. Открываем водительское место. И что мы сразу видим? Мы видим электропривод сиденья водительского. Здесь вот это вот все. Электрозеркала, блокировка окон, стеклоподъемники все четыре. А здесь на руле внезапно кнопки круиз-контроля. Ну, то есть машина девяносто первого года круиз-контроль в привычном его виде. Кондиционер, который работает. Что здесь еще есть? Ну, это просто... Блин, лампочки вот тут, которые даже у меня на машине уже сломались. Здесь они есть. С зеркальцем. Красота. Магнитола тоже не родная Пионер, но родная тоже есть. Да, в наличии имеется родная магнитола. Практически состояние новой. Все кнопки просто... А можно послушать, как бибикает? Наверное. Класс. Это у нас стояночный тормоз. Педалька, да, на бой давится? А это у нас... Ты можешь надавить на нее. Да, тебе можно снять вручную. Вот так это происходит. Коробка передач на руле кочерга. Аутентично, по-американски. А когда мы ставим машину на стояночный тормоз и переводим в положение драйв, стояночный тормоз... Автоматически отключается. Как в новых Land Rover немцах и всех остальных. Можем открыть капот? Можем. Как это? Тяни на себя. Я боюсь сломать. Нет. Вы посмотрите, как сюда вот эту... Господи, насколько это красиво сделано. Это просто божественно. Так на всех дверях. Это орех. Это прям орех? Это не пластиковый? Это не пластиковый? Нет. Капот у нас тяжелый. Да? Да. Но он автоматически сам поднимется. Потому что у него стоят вот такие вот... Упоры. Пружинки. Пружинки, да. А, даже не газовые упоры. Это не газовые упоры. Это пружины. Почему везде такие не ставят? Витые. Наверное, очень дорого. Что за консерва? Консерва. Помятая консерва. Почему? Это заводская родная банка. То есть на всех моделях я посмотрел фотографии многих машин. Везде она стоит. К ней подводится вакуум. Это, видимо, какой-то расширительный бачок стоит. Но у всех загнут. Именно у завода загнут. Я не знаю, для чего это точно они сделали. Ну, чтобы не растарабанило давление, наверное. Как будто, да, сделан этот самый ребро жесткости. Как будто создали. Слушай, все выглядит непривычно моему глазу. Я здесь ожидала увидеть карбюратор с круглым фильтром. Фильтр находится вот здесь. Здесь нет, это не карбюраторная машина. Это не карбюраторная? Нет, это здесь моноскопрыск уже стоит. Подожди, 91-й год, и она... И она уже не карбюраторная шла, да. Карбюраторные машины просто очень много едят. И я не хотел такую покупать. Факт. Здесь она... Едят много. Вы удивитесь, но на трассе она будет есть 92-го бензина 10 литров. С 5-литровым мотором. Если ехать 100-110 километров в час. Проверенные мной. А давай так. Информация. Объем мотора 5 литров. Лошадиных сил? 231. 231. И 92-й бензин. 92-й бензин, да. На момент у нее крутящий должен быть. Да, хороший. До жопы, что называется. С места колеса проворачивает. И здесь все в оригинале. Да, здесь все в оригинале. Единственное, кроме того, что музыку подсоединили. Ну, музыку я вижу здесь, да. Вот соединение, это все понятно. Остальное все оригинальное. Это хорошо, потому что оригинальная американская магнитола, там другие волны радиостанции, с ней вообще ничего не послушаешь. Это я понимаю предыдущего владельца, который это сделал. А что если я попрошусь прокатиться? Ну, сейчас поедем, значит. Для задних пассажиров также есть пепельница. И у каждого индивидуальный прикуриватель. Как вам такое? Илон Маск. И надо на минуточку с 91-го года хромированные элементы не облезли. Они живые, блин, все. Да, даже внизу. Ух ты, как прикольно. Главное, все интуитивно понятно. Так, как включить фары? Мы здесь видим два рычажка, поворотники раз, поворотники два. А фары, видимо, это дальний свет. Это дальний свет фары не так включается. Вот там есть кругленькая такая кнопочка, вот эта, да, и тянешь ее на себя. А-а. А, это дальний, а вот это? Ближний, все. Ближний? Ну да, но габариты включаются автоматически. Даже когда завелась машина, уже габариты включились. Ну, теперь троганья. Машина длиннющая, вообще. Вах! Господи, такой огромный капот впереди меня. Я вообще никогда ни на чем подобном не каталась. А, нет, гоню, гоню. Каталась на одном мероприятии, было дело, да. Сейчас направо будем поворачивать. Так, поворотничек у нас. Ах ты ж. Главное, чтобы никто не ехал там ниоткуда. Как он мягонько едет, господи. Да, подвеска у него. Можно не останавливаться на этих лежачих полицейских. Ну, как можно не останавливаться на такой машине? Я прям очень бережливо к ней отношусь. Здесь налево? Да, можно прямо пока. Ага, уступаем дорогу. А, вот, ну, немножечко непривычная история. Очень длинный капот. И когда подъезжаем к перекрестку со знакомом «Уступи дорогу», чтобы увидеть, что кто-то едет, нужно мордой подальше просунуться туда. Все-таки вот на машинах с коротким капотом это попроще. Но это аутентичная Америка. Я останавливаюсь перед лежаками, потому что я с почетом отношусь к возрасту этого автомобиля. Там суставы, вот это колени. У меня-то, я-то понимаю, я сама 30-летняя. А это я аж 31 год. Так, что, прямо налево? Не налево поворачиваю. Так. А моторчик это практически не слышно. Это потому что я ему под сраку не даю, да? Да, сейчас там где-нибудь выедем. Да, по прямой. Здесь аккуратнее дороги узкие. Здесь дети могут быть дороги узкие. Дороги узкие такие вот. Кустики растут. Еще надо учитывать, что машина длинная, непривычная, низенькая. А интересно, нет, она, кстати, не низкая. Не низкая машина достаточно. У нее посадка довольно-таки высокая. Налево? Налево, да, тут одна дорога сейчас будет аккуратно. Кто-то положил. Да, плитки. Плитки. Сергей Бордюрович, видать, заходил. И мне так нравится, впереди на капоте вот так смотришь, вот этот значок с короной. Ну, можно тут газу нажать, наверное. Вах! И, кстати, довольно хорошие тормоза, что нетипично для американцев. Налево? Налево. Потому что до этого я каталась на американских машинах, но тормоза у них такие ватные. Направо? Я уже в наглую не включаю поворот. Правильно. Но прикольно, прикольно. А вот стоит, кстати, моя первая машина. Прям такая же была. И тоже бампер задний был такой же. Набирает, конечно, она хорошо. Она как новая! Почему так? Налево. Почему, когда корейская у тебя машина, она может сломаться за две недели стоя просто на парковочном месте? А тут она вся в оригинале. Я уверена, что подвеска у нее тоже в оригинале. Все резинки и сайлент-блоки, скорее всего, не меняны ни разу. Я права? Я поднимал, да. Я ничего не менял. Как купил, так и есть. То есть ничего не делал в подвеске. Почему старая Америка вот такая? Это не первый автомобиль, вот старый американец, у которого я это вижу. Еще у друга есть Мустанг 67-го года. И он тоже, у него вся подвеска оригинальная. Сейчас налево. Налево? С 67-го года ничего человек с ней не делал. Причем он не тормозит перед лежаками. А вот если я на своей не заторможу перед лежаком, я довольно быстро сайлент-блоки умотаю. Вот за что я еще люблю такие машины. У них очень понятные габариты. Хотя капот длинный. Хотя капот длинный, но ты все видишь. И ты их не чувствуешь, ты их видишь. И нет момента привыкания. Это называется нескрытый капот. Скрытый капот, непонятно, когда тормозить. А тут все видно. Вроде капот длинный, но все видно. Господи, как она мягонько проходит. Ямочки прямо облизывает. Это же просто прелесть. Я ее в Калининграде забирал и ездил по брусчатке на ней. Так вот могу сказать, что при 100 км в час по брусчатке никакого дискомфорта не ощутил. То есть все проглотило прямо как за здрасьте. Слушай, а у нее система какая? Пружинно-амортизаторная? Или там рессоры стоят? Что я не посмотрела просто. Сзади, по-моему, стоят пружины. Впереди тоже пружины стоят. Еще, кстати, между прочим, сиденья как мамин диван. Уютные, удобные. Да безумие просто. Главное, чистенькие. Как будто машиной вообще реально никто не пользовался. И приборная панель такая аутентичная тоже. Тут и километры, и мили. Да, и километры, и мили показываю. Все видно замечательно. Что если кто-то захочет эту машину купить? Направо? Направо. Ну, если кто-то захочет купить, мы можем продать. А в какую цену? Сейчас за нее выставил миллион восемьсот. Миллион восемьсот. И на этих машинах, друзья, чтобы вы понимали, вот если вы являетесь обладателем такого автомобиля, для вас открыта одна фишка. Вы можете посещать автомобильные фестивали американские, на которых всегда классная развлекательная программа, всякие привилегии. Все это будет для вас абсолютно бесплатно. Там, знаете, такие прям, как раньше была автоэкзотика. Палатки, вся вот эта история. Я сама по таким фестивалям езжу, но у меня нет старой американской машины. И я туда приезжаю как гость среди тех, кто пришел позырить. А если вот так вот в клубе единомышленников собраться и всем вместе как-то потусить с тачками, с концертами, по-моему, это офигенная мысль. И вот такой автомобиль является входным билетом в такие места, на такие мероприятия. Я бы купила. У меня нет миллиона восемьсот. Я столько не зарабатываю. Вот. Поэтому, ребят, кто купит эту машину... Блин, какая она грузила. Кто купит эту машину... Во-первых, если вам интересно приобретение, переходите по ссылочке ниже, которую я повешу. Либо будет на экране надпись что, собственно, вводить в поиск. Или номер телефона, по которому вы можете звонить. Обязательно мне об этом сообщите, чтобы я знала о судьбе этого автомобиля. И мы, может быть, вместе как-то будем поддерживать общение, дальше совместно что-то снимать и посещать автомобильные тусовки. Потому что у меня нет входного билета. Поделитесь билетиками. Давай еще раз покажем ее снаружи. Ух ты, как отстегиваются. Смотри, тут кнопочка, тут кнопочка. Чтобы отстегнуть ремешок, надо нажать. Надо нажать. Ну вы посмотрите, какая прелесть. Это же просто... Короче, машина продается. 1,8. Она ваша. Ссылочка будет внизу. Кто заберет, просигнальте, напишите, ладно? Покажу вам еще раз владельца. Владельца зовут Игорь. Очень приятно. Не жалко отдавать? Жалко, но приходится расставаться с такой красавицей. Я получил большое удовольствие, когда забрал ее в Калининграде. Я занимался разными машинами. И немецкими, и японскими машинами. Конечно, в свое время, в 90-е годы мы возили их из Германии. На С-классах ездил на разных. Но, скажем так, прокатившись на этой машине, я ощутил неповторимые впечатления. То есть, как бы, мягкость хода. То есть, чувствую какое-то... Ну, не могу даже его передать. Просто свободы. Чувство свободы. Хочется ехать по хайвэю на ней, наверное. И очень долго, не останавливаясь. Прямо меня впечатлило. Чувство свободы, это правда. Это все про американский автопром, про аутентичную Америку. Ребята, вот она. Забирайте, но нас не забывайте. Все, всем пока.